Всем огромный привет зрителям канала! К нам пришли морозы, деревня Окунева на связи. Меня зовут Владимир Белов. Сейчас уборка с животными, у нас её никто не отменял. Нам всё равно в любом случае нужно убираться, управляться. Сейчас я вышел подкатить рулон. Рулоны будем подкатывать вот с помощью такого лобика. Рулоны я некоторые положил лёжа, некоторые ставил на торец. Вот и вот сейчас у нас в разобранном состоянии две кучки лежит. Но надо будет их сейчас в рулон подкатить. Вот так вот. Сейчас я их ломить пикаю, его ставлю, роняю его и подкатываю руками вручную. Ребят, чем хороши рулоны, вот я всегда не устану повторять. Вот сегодня мороз, вот вчера, короче полторы недели у нас обещают морозный. На улице стоит, наверное, 35-36. И без тёплого гаража, вот если бы трактор заводить, это была бы проблема. Вот. Обязательно нужно в деревне, если вы занимаетесь хозяйством, если заводить пытаетесь трактора каждый день, нужно обязательно тёплый гараж, чтобы трактор безболезненно заводился. Да, будут комментарии, кто-то всегда говорят, мне пишут, зимой лучше всего поставить подогрев на трактор. Поставил его в резетку и двигатель тёплый, бах, завёлся, всё, выполняет работу. Да, согласен, что двигатель тёплый. Сейчас я чуть-чуть подниму, что это так на самом деле. Но неваловажный момент, гидравлика-то у вас всё равно холодная вся. Все трубопроводы, маслопроводы, трубки, шланги, всё холодное. Если двигатель живой, допустим, завёлся, всё горячий. А остальное-то всё холодное. Так что, в любом случае, нужен гараж, нужно помещение тёплое для того, чтобы... Ну, сами понимаете, в 35 что бывает. Так что вот так вот. И поэтому я трактор зимой стараюсь не заводить. У меня гараж есть, но он не тёплый. Вот так вот переворачиваем и всё. Сейчас я его вручную оттолкаю. Вот. Ещё, кстати, был сегодня комментарий. Мне спросили. Владимир Пресс. Пользователь под ником Светлана. Хотим купить пресс, я так понимаю, что ли, там на авито они нашли. Дайте совет. Вот. Ребят, какой совет? Любая техника нужна, нужен визуальный осмотр. Приехали, посмотрели, потрогали, пошатали всё, пощупали. А по... Сами понимаете, покупать заочно это всё, ну, как кота в мешке. Вы можете, допустим, созвониться с человеком, если он вдруг вам видеосвязь включит, там покажет, как, чё. Если очень большое какое-то расстояние, очень далёкое до этого человека, до продавца. Вот. А так, любая техника, тем более пресс, нужен визуальный осмотр. Вот. Посмотрел, пощупал, как чё. Чтобы не было такого, купите кота в мешке. Не дай бог. Конечно. Поэтому я всегда и говорю, ребята, всегда выбирайте технику под свои задачи. Подумайте, как вы будете обходиться это все зимой, какие-то условия вот эти все. Лучше, как говорится, не зря, старая поговорка. Семь раз отмерь, а потом один раз отрежь. Вот так вот лучше сделать. Подумать семь раз. Посчитать всё это дело в уме. Подумать. Посмотреть на других людей. И отмерить. Так, ладно. Я начинаю толкать. Время-то. 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 Играет музыка. Сейчас отмотаю нитки и всё, останется только открыть его, кормить. Вот так, уважаемые зрители, каждый выбирает технику под себя. Если у вас небольшое хозяйство, вы можете обходиться вручную, то почему бы и нет. Кто-то заводит лошадь, на лошади подвозит, кто-то снегоход на снегоходе. Ну, ещё раз повторюсь, а кому-то и трактор необходим. Рулун у нас подготовленный. Сейчас заберём лобик и пойдём домой греться. Вот так вот. Гляна Степана печку затопила. Вон одна печка и вторая топится. Так что, топим печки, ребята. И всё будет хорошо. Так, Джесси, иди. Поехали.